Здравствуйте! Меня зовут Александр. Я занимаюсь комплексным ремонтом квартиры домов в городе Белгороде. Этот видеообзор снят для конкурса «Все любимые инструменты», проводимые интернет-магазином «Все инструменты». Сегодня я бы хотел вам рассказать об одном строительном инструменте, без которого не обходится ни одна отделка, ни один дремонт. Вы, наверное, думаете, что это перфоратор. Но нет, это не перфоратор. Вы, наверное, думаете, что это болгарка. Тоже неверно. Это не болгарка. Вы, наверное, думаете, что это или винтоверт, или шуруповерт. Нет, неверно. Это не винтоверт и не шуруповерт. Этот инструмент называется строительным, или еще называют промышленным пылесосом. Без него нельзя ни шлифовать малярки, прием нельзя ни штробить, когда электрику прокладывают, нельзя ни сверлить в любые отверстия. Даже стяжку на полу нельзя сделать без пылесоса, так как надо сначала пропылесосить, а без пыли, потом прогрунтовать, а потом уже производить стяжку пола. Я бы хотел рассказать о своем строительном пылесосе, фирме Интерскол, модель 32PU1200, то есть расшифровывается объем бака 32 литра, пылесос универсальный, 1200 это мощность двигателя. Этот пылесос собирается в Германии, в Штутгарте, на заводе Электростар. Этот завод известен тем, что он не только собирает пылесосы фирмы Интерскол, также он собирает пылесосы таких известных марок, как Bosch, AEG, StarMix и другие. Чем мне этот пылесос понравился? То, что он, на мой взгляд, очень простой. Смотришь на него, как бы такой гладкий, безобразный, неинтересный. Ну, извините меня, не нужна никакая красота. Даже вот многие подумают, что вот шнур так вот болтается, все такое прочее. Но если здесь вот, давайте так подумаем, поставить систему закручивания провода в корпус, то от пыли она рано или поздно просто заклинит. И зачем она тогда нужна? Только лишнее место занимает. Также здесь, почему гладкие все формы, чтобы потом легко было взять тряпочка пыль убрана. Вот так вот посмотреть, вообще, вот открывается, убирается, сдает огромный фильтр. Объем его 3600 кубических сантиметров. Сама голова и просто-напросто ведро. Здесь стоит такая интересная система, циклон. То есть, получается, видите, отверстие как бы смещено от центра. А здесь вот у нас стоит, как бы, экран, защита. То есть, получается, когда летит крупный мусор, он сюда заходит, вот здесь вот. Здесь стоит экран, ударяется об экран, как бы закручивается, сразу падает на дно. То есть, этот экран и этот циклон защищают фильтр, чтобы он дольше служил. Фильтр моющий, я его уже несколько раз мыл. Также я часто использую строительные мешки для этого пылесоса. Единственное, как рекомендация. Берите, вот, мешки оригинальные. На оригинальных мешках стоит специальная вот эта пластиковая кассета. Вот, вставляется специальный паз и так защелкивается. И вот, когда вот включается пылесос и забивается в бумажный мешок, вот эта вот пластмасска, она не отгибается. И пыль вся уходит в мешок, даже когда он уже заполнен. Она не на оригинальных, здесь стоит специальная картонка, вместо этой пластмасски. И получается, что, когда наполняется мешок, картонка вот так вот отгибается, и весь, вся пыль выходит напрямую к фильтру. Берем пока мешок, он нам нужен. Вот это пластиковое ведро, грубо говоря, в кавычках, очень надежно и удобно. За счет своей округлой формы не надо никаких дополнительных ребр жесткости, то есть лишних преград для прохода мусора по кругу. Также здесь стоит специальная полочка. И вот такие вот выемки. Они для чего? Полочку можно положить на всякие щеточки. Сюда вот скопить трубку. Так вот просовываю и вставляю в этот паз. Очень удобно и интересно. Также вот такие насадки я ложу в эту полочку, а вот в эту насадку ставлю. И она никуда уже не девается. Колесики здесь очень удобные, большие. Полочь у них очень легко маневрировать. Я пока это уберу, он вам не нужен. Сейчас мы поговорим о верхней части пылесоса, то есть о голове. Здесь стоит электродвигатель, который при охлаждении берет воздух с наружной части пылесоса. Здесь вот специальные промежутки, в которые попадают воздух, и он охлаждает двигатель. Также в этом пылесосе есть металлическая крыльчатка. В отличие от пластмассовой, металлическая более долговечная и меньше страдает, даже если туда какая-то попадет мелкая пыль. Также здесь очень интересная система, электромагнитный вибротрасс. То есть, когда забивается фильтр, можно этот фильтр очистить. То есть пылесос сам себя очищает. Это я вам потом покажу, как это все работает. Также в этом пылесосе имеется плавный пуск электродвигателя. То есть плавный пуск позволяет снизить пусковые нагрузки на сам двигатель и его механизмы. Тем самым увеличивает службу эксплуатации этого пылесоса. Простыми словами, если вот наш пылесос мощностью 1200 Вт, то чтобы запустить двигатель, нужно в порядка 5-6 раз больше тока. Вы представляете? Да, плавный пуск, он как бы постепенно разгоняет двигатель. И тем самым не надо использовать больше напряжения. Также здесь имеется пыль-влагозащищенный выключатель и крышечка розетки. Сюда можно подключить электроинструмент до 2,4 кВт. Здесь имеется, что мне очень понравилось в этом пылесосе, два режима. Это максимальный и минимальный. Чем они хороши? Ну, допустим, вам нужно убрать маленькую пыль. Там, допустим, пропылесосить после проводимых каких-то работ. То можно включить на минимум. Тем самым он и тише, чуть-чуть работает и меньше использует электроэнергии. Также, когда крупный мусор, то можно включить на максимум. Тогда он более сильнее сосет и работает уже на полную мощность. Также здесь имеется автоматический режим. То есть, сюда подключаешь какой-нибудь электроинструмент и он работает с ним в паре. То есть, включили инструмент, включился пылесос. Попользовался инструментом, выключили его, через 6-7 секунд отключается сам пылесос, чтобы высосать, дососать ту пыль, которая осталась в шланге. здесь же имеется очень крепкий и прочный толстый провод длиной 8 метров, что очень положительно сказывается. Потому что, грубо говоря, вот вы работали в одной комнате, нужно убраться в другой комнате или использовать инструмент в другой комнате. Не надо идти выключать с этой розетки, идти в другую комнату переключить. А просто взяли пылесос и отнесли в другую комнату и там занимаетесь дальше своими там работами. Также в этом пылесосе есть очень длинный шланг диаметром 40 миллиметров. Длина шланга 5 метров. В обычных даже дорогих пылесосах длина шланга 3-3,5 метра. Здесь 5 метров. То есть я подключаю пылесос в коридоре и хожу по комнатам за счет длинного провода, за счет длинного шланга занимаюсь своими делами. То есть очень мобильно. Также этот пылесос за счет длины его провода использую как переноску. То есть подключаю сюда любой инструмент, какой мне нужно. И взял пылесос. То есть не надо бежать за переноской, что очень удобно. Ну что, перейдем к делу. Сейчас я вам покажу сразу как работает вибротряс, какие здесь еще есть функции. Сейчас я подключу его. Когда пылесос переводим в автоматический режим, то автоматически срабатывает вибротряс. То есть сейчас я вам покажу его работу. вот видели? Переключил и он сразу начал как бы вибрировать. То есть начала пыль очищаться с этого фильтра. Сейчас я его перейду в обычный режим. Соберу этим пылесосом. Можно убирать независимо что воду, что влажный какой-то мусор, что сухой мусор. Здесь стоит система определяющая заполнение ведра. То есть он автоматически отключается когда вода наберется до определенного уровня, то пылесосом отключается, тем самым показывая то, что надо воду слить или мусор убрать. Также здесь что очень мне нравится стоит красная лампочка. То есть когда ты работаешь с инструментом пылесос показывает то, что фильтр заполнен. Надо выключить инструмент и он сам себя очистит и можно продолжить дальше работу. Сейчас я постараюсь это продемонстрировать. Переводим в авторежим. включаем перфон добавим вид перфон пылесос «вы» пылесос «вы» «вы» пылесос вот видели получается как загорает лампочка то есть он тем показывает то что фильтр забитый моем случае я просто закрыл ему стало тяжелее сосать воздух показал сигнализирует и потом когда включаешь инструмент то сам себя чистим можно дальше включать работать допустим сейчас смотрите включаю опять инструмент поработал некоторое время отключился теперь он же сам себя чистить не будет потому что фильтр у него чистый и так давайте подведем итоги стоимость этого пылесоса на данный момент около 20000 если брать другие пылесосы более известных марок эфир то за такую цену вы не найдете хороший пылесос таким функционалом здесь получается у нас и плавный пуск есть длинный шланг 5 метров он еще большой по диаметру длинный провод 8 метров система очистки фильтра мощность всасывания 210 ватт грубо говоря он 61 литр в секунду всасывает себя очистка пыли класса м то есть можно собирать холодную залу работаю может работать в паре с штроборезом не боится мелкой крупной агрессивной пыли то есть я считаю за такие деньги это самый оптимальный вариант покупки пылесоса он простой удобный крепкий пока еще надежный за мое время использования еще ни одного нарекания не было к этому пылесосу я думаю вам было интересно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки до скорых встреч до свидания